Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Ковидный коллапс уже через месяц, но новые рекорды, новые волны ковида уже начались. 547 заболевших за сутки. Смотрите подробности в сторис, почему главы алтайских сельсоветов начали массово вести аккаунты в соцсетях. Коту отрубили в лапки, но объединившись, мы можем помочь животному начать новую жизнь. Начнем выпуск с новостей про коронавирус. Пик очередной его волны в крае ждут через 3-4 недели. Об этом сегодня сообщила Ирина Пащенко, руководитель регионального Роспотребнадзора. За последние дни вновь быстрыми темпами растет число больных. Новый штамм, омикрон, по словам специалистов, более заразный и стремительно распространяется. Хотя в нашем регионе пока все еще чаще доминирует дельта. Превышены питпороки по ОРВИ, при этом об ужесточении антиковидных мер в крае пока не говорят. По словам Пащенко, достаточно соблюдать уже существующие. Носить маски, пользоваться антисептиками, в общественные места пускать только по QR-кодам. К слову, сегодня в крае выявлено 547 случаев коронавирусной инфекции. Новый рекорд, новые волны. Между тем, в региональном Минздраве заговорили о возможности перевода диагностического центра под ковидную поликлинику. Если ситуация по заболеваемости не улучшится, этот вопрос обсудят на следующей неделе. А пока понятно, распространение нового штамма идет гораздо более быстрыми темпами, чем медики предполагали ранее. Еще одна медицинская тема. В крае вновь приступили к обследованию школьников по проекту «Здоровое сердце ребенка». Он стартовал 4 года назад и за это время успел доказать свою эффективность. Все чаще у детей выявляют риск развития различных патологий. Но здоровье при этом проверили далеко не у всех алтайских школьников. И диагностику продолжают. Как она проходит в сюжете Софии Яценко. Здравствуйте. Здравствуйте. Специалисты Центра здоровья и профилактики в актовом зале 131-й гимназии обследуют учеников средних классов, проверяют уровень холестерина и глюкозы, проводят электрокардиограмму, измеряют рост, вес, оценивают частоту пульса. И это далеко не все процедуры. В 60% случаях детки нуждаются в дополнительных методах исследования. Мы направляем данные в лечебные учреждения, в частности в поликлинике, направляем в школы с рекомендациями, что по каждому ребенку рекомендуем мы дальше делать. С каждым годом, говорит директор, желающих принять участие в акции становится больше. За предыдущие два года обследовалось около 100 учеников. В этом 120 заявок. Проводится определенная просветительская деятельность с нашей стороны, со стороны медиков. И родителями воспринимается это все с каждым годом более позитивно и положительно, потому что в одном месте, в принципе, не отрываясь от учебного процесса, можно провести такое значимое обследование. Скажите, пожалуйста, у родственников ваших диабет, астма, онкология были у кого-то? Нет. Не было. На учете стоите у педиатра? Нет. После диагностики и анкетирования школьники отвечают на вопросы врача. Екатерине 13, большую часть своей жизни, 9 лет, она занимается цирковым искусством. В акции участвует второй год подряд. На самом деле это очень важно, хотя со стороны это просто обычное обследование. Ты можешь не предвидеть беды. Если у тебя что-то болит, сразу же надо обращаться к врачу или есть возможность проходить обследование по программе «Здоровое сердце ребенка». В этом году по программе «Здоровое сердце» оценят сердечно-сосудистую систему у школьников в 57 районах и 8 городах края. Врачи уверены, такая диагностика поможет подросткам избежать проблем во взрослом возрасте. А если они есть уже, начать лечение. София Яценко, Вадим Быстревский, День с толком. Реконструкция Барнаульского аэропорта начнется уже этой весной, а в 2025 году приступят к ремонту взлетно-посадочной полосы. Проект по обновлению аэропорта объекта обсудили сегодня в правительстве края. Проект предусматривает строительство современного терминала с телетрапами, хорошими зонами ожидания и автоматической регистрации пассажиров. Их поток за счет повышения комфортности и безопасности должен вырасти в разы. В аэропорт захотят зайти и новые авиакомпании. Алтайский край попал в план на 2025 год. И с 2025 года мы приступим к еще одному очень большому проекту за федеральные деньги по реконструкции взлетно-посадочной полосы. И в целом новый аэропорт, новая взлетка позволит создать самые хорошие условия для развития авиации на территории нашего региона. На Алтае будут поддерживать инвесторов из других регионов. На первой в этом году сессии КЗС депутаты расширили меры поддержки. Они внесли изменения в закон об инвестиционной деятельности в крае. И теперь вложения в развитие промышленности должны стать ощутимее. Какие еще вопросы прошли в повестку, расскажем далее. Без бурных дискуссий. Так можно охарактеризовать первую сессию года. За первый час депутаты рассмотрели почти десяток из 22 вопросов. Из важного в крае будут поддерживать не только местных инвесторов, но и из других регионов. Главное, чтобы они были зарегистрированы в налоговых органах на территории края. К примеру, создавали у нас филиалы. Такие компании теперь смогут претендовать на финансовую господдержку. Мы конкурируем за крупного инвестора по территории всей страны и за рубежью даже. Нам интересно, чтобы крупные федеральные или инорегиональные компании заходили в Алтайский край. Вкладывали средства в создание крупного производства, рабочих мест. Закрепили сегодня и новые направления господдержки в сельском хозяйстве. Теперь ее смогут получить и предприятия, которые производят продукцию с так называемыми улучшенными характеристиками. То есть без использования пестицидов и большого числа удобрений. К слову, в крае сейчас четыре сертифицированных предприятия, имеющих знак «Органик». Поддержку получит и сельский туризм. Обязательно присутствие личного подсобного хозяйства. Либо это микрофермы. Чтобы человек, во-первых, поучаствовал. Многие желают подоить корову. Скушать, естественно, это молоко или курица, которая выращена в домашних условиях. Безусловно, вот эти средства будут направлены на обустройство таких домов. А, допустим, если это мини-ферма, на приобретение какой-то техники. Вообще, работы у депутатов в этом году будет много. Самые разные, отметил спикер КЗС. К примеру, на пике актуальности вопрос по бродячим собакам. При корректировке бюджета на 2022 год планируется увеличить финансирование на исполнение полномочий органами местного самоуправления. И это не все. Будем готовить законодательную инициативу Государственную Думу по изменению федерального закона. Вот те нормы, когда собака отлавливается, стерилизуется и опять в сферу обитания выпускается, по мнению и депутатов, и общественников, и вообще население считается немного неправильным. Пожалуй, наиболее активные депутаты были сегодня в вопросе выбора нового представителя общественной палаты края. Даже дважды переголосовав, они не пришли к единому мнению, кто Ирина Яковенко, Марина Афанасьева или Вадим Коваленко достойны занять место в общественной палате, пока оно остается свободным. К вопросу вернутся в марте. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский, День с толком. А вот главы алтайских сел и деревень познают азы блогерства. Они начали покорять Инстаграм и Ютуб. Делают это не для того, чтобы раскрутить личный бренд или продвинуть услугу, а для отчета о своей работе перед населением. Анастасия Наборщикова оценила, легко ли главам сельсоветов быть активными юзерами. Пост в Инстаграм и чат ватсапе. Глава Залисовского района Александр Пластеев работу начинает с проверки мессенджеров. Если в селе Пещерка, например, плохо прочистили дорогу, он узнает об этом в 7 утра из сообщений. Практически все рабочие вопросы перешли в онлайн. В 21 веке даже мусорную реформу обсуждали чаще не в сельсовете, а в мессенджере. Вот сейчас вот мы, я так думаю, в феврале баки расставим уже при согласовании с рекоператором и с населением. И вот как раз эту большую работу проводят у нас чаты в мессенджере. Еще несколько лет назад глава не подозревал, что ему нужно будет разбираться в том, как вести блог, снимать сториз, делать посты. Но три года назад пришлось освоить Инстаграм. Поначалу было сложно, но справлялся сам. А сегодня у молодого руководителя уже 2000 подписчиков и почти 5 в одноклассниках. Сообщения приходят от жителей девяти сел. Чтобы ответить каждому, пришлось брать помощника. Девушка потеряла кошелек в Залесово из Большого Колтая. И днем она написала, мы опубликовали к вечеру, и на следующий день она отписалась. Всем спасибо, кошелек вернули. Сегодня аккаунты есть у половины руководителей муниципалитетов. У 35 и 65. Правда, чаще всего они мертвые. Активные юзеры только 15 глав сельсоветов. В декабре Совет муниципальных организаций края поднял вопрос, а не обязательно ввести аккаунты. У населения колоссальный запрос на общение с главами муниципалитетов, главами ведомств. Обратная связь от населения позволяет, во-первых, услышать людей, услышать их какие-то истории конкретные. Через эти конкретные истории прийти к решению проблем, которые затрагивают большое количество людей. Главу Бурлинского района Сергея Давыденко такое решение не испугало. У него, помимо Инстаграм, идут прямые линии на Ютубе. Один из примеров – это замечание инвалида-колясочника здесь у нас, в районном центре. Это проложить водопропускную трубу дорогой, потому что ему сложновато ехать в магазин по этому бездорожью. Сегодня главы часто говорят, что ничего не заменит живой беседы, живой встречи. Ну, наверное, это так, да. Но соцсети это не заменяет и не подменяет. Это позволяет быстро, оперативно донести необходимую информацию от власти, в данном случае, или получить обратную связь от людей, заставить в данном случае. Ну, мы как бы не можем, да. Поэтому еще раз повторю только, что это не дань моде, это вот необходимый инструмент в работе публичной власти. У нас есть, например, село Борисово, но смысла там нету заводить Инстаграм-аккаунт, потому что там нету связи. То есть, понимаете, у нас еще не 100% населенные пункты обеспечены сотовой связью и интернет. Даже без мобильной связи сегодня остаются 250 сел края. Без интернета еще больше. Если связь придет в глухую сельскую глубинку, убеждены деревенские, жить станет немного проще. Так, если местные власти не будут сами отчитываться о работе в соцсетях, пост или видео можно будет выложить уже об их бездействии. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. Главой Алтайского отделения «Единая Россия» снова стал Александр Романенко. Также в ходе отчетно-выборной конференции, которая состоялась накануне, обновили руководящий состав партии в регионе и подвели итоги работы за минувшую пятилетку. Еще одна пятилетка за плечами. За это время Алтайское отделение партии «Единая Россия» прошло через цикл избирательных кампаний и реализовало десятки проектов для развития региона. Мы сегодня будем, скорее всего, концентрировать свое внимание не столь на подведении этих самых итогов и даче оценки нашей работы, а, скорее всего, будем выстраивать уже новые шаги, новый фундамент для решения тех задач, которые встают перед партией как политической силой на ближайшее время и на среднесрочную перспективу. На конференции также переизбрали состав полицовета и его президиума. В списках на пост секретаря было два кандидата. Однако большинство делегатов проголосовало за Александра Романенко. Руководителем рекотделения он назначен третий раз подряд. Сегодня партия работает вместе с представительными органами, с органами исполнительной власти на местах. И как эта единая команда берет на себя, с одной стороны, взятие больших объемов решений и ответственности за их исполнение. Романенко также отметил, что по итогам отчетно-выборных конференций в муниципалитетах секретарями на местном уровне стали 34 главы районов и городов. А это почти вдвое больше, чем в прошлые годы. С такой командой, по словам секретаря, работать станет проще и эффективнее. Артем Гусельников, Анара Шагирова, Вадим Быстревский. День с толком. Жуткая история, у которой еще может быть хэппи-энд. В Барнауле нашли кота с отрубленными лапами. Как мог он сам, выполз к людям. Вероятно, кто-то издевался над животным и потом просто выкинул на мороз умирать. Кота прооперировали. За его реабилитацию готовы взяться новосибирские специалисты. В столице Сибири ветеринары могут установить хвостатому протезы. Подробности у Ирины Корчагиной. Сообщили люди, что к ним в сарае приполз кот. Это далеко на дачах, за силикатным. И что ему нужна помощь. Он лежал грязный в крови. За свои 10 лет волонтерства первый раз такой. Этот кот попал в клинику в очень тяжелом состоянии 9 января. Здесь же ему дали имя – Валаби. Это такой маленький вид кенгуру. И неспроста. В ближайшее время Валаби сможет передвигаться только на двух задних лапах. Кто-то отрубил животному передние лапы и выкинул на мороз умирать. Судя по снимку, он вряд ли отморозил лапы, попал в капкан или под машину. По снимкам было раздробление костей на клоничных участках, что говорило о том, что какая-то очень сильная, режущая, рубящая сила пыталась отнять у него лапки. Валаби до сих пор проходит лечение, и у него даже есть шанс на новую жизнь. Ветеринары уже связались с новосибирской клиникой, которая занимается протезированием животных. Коту могут поставить 3D-протез. Такие протезы потом срастаются с костями и кожей. Наши соседи вообще одни из первых в мире начали проводить подобные операции. Я вживую видела этих животных, когда мы посещали ветеринарную клинику. Они мурлыкают, они чешутся этими лапками, бегают, играют. Смогут ли они там запрыгивать на шторы, как это делают обычные кошки? Для того, чтобы запрыгнуть на шторы, когти нужны, но для того, чтобы запрыгнуть на шкаф, да, нужны просто лапки. Но протезы сами себя не купят. Они обойдутся более чем в 100 тысяч рублей. Крупную сумму пришлось уже потратить на лечение в Алабе в Барнауле. Частично долг закрыл этот молодой человек. Он пожелал остаться анонимным. Я был весьма удивлен, несмотря на то, что с ним что произошло. Скорее всего, наверное, какие-нибудь изверги ему лапы отрубили. Тем не менее, в его глазах была радость, искренность. Не было никакой озлобленности. Впереди еще большой сбор средств. Им занимается приют Cats Help 22. От себя добавим, если кот лишился лап от рук человека, то кто, если не настоящий человек, поможет вернуть в Алабе к нормальной жизни? Мы будем обязательно следить за судьбой пока не четвероногого, но не безнадежного кота. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. И к новостям спорта. Детская лига дзюдо «Триумф Энерджи» состоялась в Барнауле. Это первый тур всероссийского турнира среди борцов до 15 лет. На нем показали себя лучшие спортсмены со всей Сибири. «Триумф Энерджи» для юных дзюдоистов не просто состязание. Это борьба по принципу стенка на стенку. Каждый спортсмен проводит свой бой своей весовой категории. Побеждает команда, которая чаще других одержит верх над соперником. Идет подготовка к первенству России. В 23-м году это организационные моменты. И ребята борются, пробарываются, получают опыт и растут. Первый тур сибирского дивизиона на нашем татаме. Второй уже в Новосибирске. В баталиях сойдутся 10 команд из 8 регионов. По итогу два клуба отсеются. Победа на окружном уровне обеспечит выступление в финале России. «Триумф Энерджи» – это проект нашего Ивана Нифонтова. Здесь ребята, которые занимаются дзюдо. И вот с ними организатор соревнований. Это заслуженный мастер спорта. Для любого представителя спорта это очень-очень важно. Это личный пример прежде всего. Маститые дзюдоисты отмечают, что растет достойная смена. Мастера говорят, у юных спортсменов есть все шансы триумфально прогреметь в финале одного из самых энергичных турниров. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. День с толком.